Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Весенние работы всегда обширны и они требуют значительного времени и внимания. Многие любят такие растения, как флоксы. Многолетние флоксы метельчатые, которые цветут летом, начиная с июня месяца и практически до сентября, в зависимости от того, какой сорт флоксов вы посадили. Сейчас самое время позаботиться о этих растениях, чтобы получить пышное и красивое цветение и чтобы ваши кусты хорошо перезимовали в следующем году. Какие же работы нужно выполнить сейчас? Но прежде всего необходимо оценить, насколько ваш куст флоксов хорошо себя чувствует. Если вы видите, что серединка куста очень сильно выпирает над поверхностью земли, Если вы видите, что ростки, которые растут в середине куста, слабые, маленькие и сильно отличаются по размеру от ростков на периферийной части куста, значит пришло время пересадить это растение. Весна – отличное время для пересадки флоксов. Также это отличное время и для посадки флоксов. Большой ассортимент флоксов, новинок и проверенных сортов, которые хорошо переносят наши климатические условия, вы можете найти в интернет-магазине «Про цветок». Ссылка в описании. Как же это сделать лучше всего? Выкапывается куст. Не обязательно делать большую яму. Дело в том, что все равно в этот момент корни флоксов растут очень активно и небольшие повреждения корней не нанесут значительного ущерба красоте этих растений. Куст, вынутый из земли, разделяется лопатой. Если вы выращиваете флоксы на песчаной почве, он, в принципе, разваливается сам на части и разделяется на несколько частей. Вообще, идеального размера деленка флоксов содержит 3-4 ростка. В осеннее время это почки возобновления, а в весеннее время это уже ростки. Высаживаются флоксы с небольшим заглублением относительно того уровня, на котором они росли. И, конечно, при делении большого куста вы получаете огромное количество посадочного материала. Поэтому советую не мелочиться и не высаживать слишком слабое растение, а используйте самые красивые и хорошие ростки. Что еще необходимо сделать в это время? Флоксы – это растение, которое предпочитает очень плодородную, легкую и рыхлую почву. И на песчаных почвах вы, конечно, никогда не дождетесь их пышного цветения. Кроме того, при недостатке питания флоксы очень сильно повреждаются таким заболеванием, как мучнистая роса. Чтобы создать оптимальные условия для роста флоксов, необходимо их подкормить. Вообще, конечно, идеальной подкормкой для флоксов является хорошо перебивший компост либо навоз. Эти растения требуют достаточное количество как азота, так и фосфора и калия, или микроэлементы. Поэтому навоз, конечно, является очень хорошим удобрением. Но, естественно, никогда не стоит применять для подкормки флоксов свежий навоз. Навоз должен вылежаться как минимум 2-3 года. В том случае, если у вас недостаточно компоста, можно использовать для подкормки минеральные удобрения. А для мульчирования корневой зоны использовать в летнее время скошенную траву газонную. Это тоже достаточно хорошо работает при выращивании флоксов в условиях недостатка питания. Для весенней подкормки минеральными удобрениями я обычно использую комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия, а также с микроэлементами. Слой мульчи над поверхностью почвы при мульчировании как компостом, так и травой должен составлять около 2-2,5 см. Мульчируя кусты, вы продлеваете их срок роста на одном месте. В принципе, как правило, без пересадки флоксы растут на одном участке от 5 до 7 лет. Если почвы бедные, малоплодородные, то, как правило, пересадка требуется уже через 5 лет. Если почвы достаточно плодородные, и если вы регулярно выполняете мульчирование кустов, то вы можете отсрочить эти работы до 7, иногда даже до 8 лет. Надеюсь, что мой рассказ был вам полезен, и вы еще не раз вернетесь на наш канал. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!